Здравия, воины! И вот и прошел этот непонятный для меня так называемый праздник 8 марта, который на самом деле не праздник и является очень хреновой такой бомбой психологической, энергетической. И сейчас объясню почему. В свете того, что происходит в на Украине, как это ни называй, приоритетом, на шестом приоритете так называемом, если кто-то не понимает о чем я, нужно смотреть, изучать материалы КОБ. КОБ, ВКБ СССР, мертвая вода, например. На самом деле то, что происходит, это лишь следствие того, что происходит на более высоких уровнях приоритета. Называют первый уровень концептуальный. На самом деле я бы назвал его шестым уровнем, а войну, силовое воздействие первым уровнем и поднимаюсь выше. На мой взгляд уровни на самом деле не шесть, а девять. И вот этот вот последний уровень концептуальный, в нем соединены, на мой взгляд, четыре. После пяти есть еще четыре, на самом деле, а не один, который я бы назвал, условно, они объединены. Это шестой, седьмой, восьмой и девятый. Это условно после концептуальный я бы назвал психологическим. Поэтому есть еще магический, ритуальный, есть еще рунический, условно, который объединяет в себе тоже несколько видов условно, еще статусный. Почему я это говорю? Потому что то, что происходит на первом уровне или нулевом, как это правильно назвать, на уровне физического взаимодействия, это лишь следствие того, что происходит на более высоких уровнях. И если мы столкнулись уже с каким-то физическим взаимодействием, это значит, что мы прошляпили какое-то воздействие на более высоких уровнях. И война, противодействие, это лишь способ и результат нашей войны с миром, со Вселенной на более высоких уровнях, на более высоких приоритетах. Это психологический, это экономический и так далее. Объясню, почему я решил сделать ролик по 8 марта, по нашему любимому празднику, так называемый женский день. Да потому что, чтобы устранить войну на физике, чтобы победить в нашей информационной войне, и чтобы не допустить войны на физике, нужно устранить войну здесь, по большому счету. Потому что очень глупо какие-то действия на физике производить, если это не произведено здесь. Условно, глупо строить дом, если у тебя нет проекта или плана. Дом невозможно построить. Таким образом, что мы имеем сейчас? С чем мы имеем дело? Любой уровень, он чем глубже, тем эффективнее, тем он масштабнее. Любая война начинается на тонких планах, на нулевом приоритете. А что такое вот этот нулевой приоритет, в чем он проявляется? Концептуальный уровень, концептуальный приоритет, который я называю шестым. На самом деле он в головах у людей. То есть он проявляется на всех уровнях и на физике, в науке, в экономике, потому что экономика следует политике, политика следует определенной идеологии, скажем так, религии. И он лишь отражается. То есть, чтобы прекратить условно войну на Украине, экономическую войну, санкционную войну, идеологическую, нужно копать дальше. Не на том уровне, на котором это все проявилось. На уровне экономики мы можем на санкции лишь ответить санкциями. Все. Насилие лишь порождает насилие. Чтобы убрать следствие, нужно убрать причину. Причина всегда на более высоком уровне. И именно этот более высокий уровень я и предлагаю поизучать. Где, собственно, корни всего, что происходит. А корни всегда... В мозгах, скажем так. Враг всегда указывает на наши слабости. Все остальное лишь отражение. Даже вот этот пресловутый библейский проект, о котором многие говорят, это лишь то, на что нас запрограммировал враг. Соответственно, вот зная, куда враг бьет, мы знаем наши слабости. Потому что никто больше не покажет тебе твои слабости. Друг не покажет слабости. Друг даже силу не покажет. Враг показывает слабости. Соответственно, лучше всего, чтобы победить, нужно для начала изучить себя. Узнав свою слабость, мы узнаем свои сильные стороны. И враг его подсказывает. Промывка мозгов. А куда направлены максимум усилий врага в последнее время? На мой взгляд, один из приоритетов психологической и магической промывки мозгов, это наши женщины. Это мозги женщин. Потому что, ну, глупо воевать, допустим, на физике. Можно потратить очень много ракет. Если есть общество, которое сопротивляется, мы получим лишь партизанское движение, как мы получили в 942 и 43 году, когда мы объединились против врага. Даже на завоеванных территориях. Почему я говорю, что это важно? Почему такие вот, казалось бы, безобидные празднички, как там Хэллоуин, День Святого Валентина, они на самом деле являются войной против нас, просто на других уровнях приоритета. На других приоритетах, на других уровнях реальности, скажем так. Потому что они наиболее эффективны. Как я уже сказал, чем выше и глубже уровень, приоритет, воздействие, тем он эффективнее. И все усилия врага, вот, по промывке мозгов, в конечном счете, на мой взгляд, направлены на взаимодействие внутри Грегора. А на взаимодействие внутри Грегора влияет создание женщин. На что направлены усилия врага? На уничтожение психологии женщин, как правило, белокожих. Ну, потому что глупо индианкам, практически и скрытый паранжом, паранже женщине, что-то объяснять. Там есть муж, который, ну, мягко говоря, будет против. Потому что она женщина, на самом деле. И сейчас объясню, почему она более женщина, чем вот многие феминистки. Цель врага заставить женщин самостоятельно уничтожить себя и свою природу. Через определенные силы, через использование символов, которые, по большому счету, правят миром. Так или иначе. То есть, через второй и третий смысловой ряды. Через клипы, через... Ну, понятно, что через право, через экономику. Но это все следствие. Потому что право, экономика, статьи, там, научные работы, они обслуживают глубинное что-то. Я уже много показывал в разборах клипов и фильмах, как работает этот приоритет. Через второй и третий смысловой ряд. Попробую пояснить. Ну, глупо бороться с пьянством, условно, если там с 60-х годов, когда сталинская команда уже потеряла реальное управление, идет образ беспробудного Ваньки-пьяницы, мужика. Ну, как бороться с пьянством, когда везде там в фитиле, через юмор идет пропаганда пьянства. Во всех фильмах все с рюмкой. Начинается все это с карнавальной ночи. Когда вот Новый год и впервые образ пьющей женщины. Поющей, пьющей и прочее. Вообще, как праздник он появился именно тогда. Не с ленинских горок, там, не с ленинских елок и так далее. А именно тогда, с этого фильма. Как бороться за сохранение СССР и вот этого строя советского, справедливого, человеческого. Когда в 89-м году все были убеждены, что СССР злой, и без него всем лучше будет жить. Как его сохранить? Как сохранить традиционную семью, если сейчас по факту у нас матриархат. В традиционной семье глава мужчина. То есть, патриархат. А у нас сейчас 80% учителей, врачей и даже судей это женщины. У нас реально матриархат, причем по типу муравейника. Где-то есть условно одна глобальная самка, большая королева роя. Условно государство. И есть много рабочих самок, у которых нет абсолютно личной жизни, но которые загнаны и выполняют какую-то свою работу. Если женщина определяет чужие судьбы, условно судья, ну женское ли это дело? Сохраняется ли ее женская суть? Надо подумать, что будет дальше с этой женщиной. Можно много говорить об этом, но формирование психологии по мужскому типу, взаимодействие с миром по мужскому типу, через анализ, через интеллект, через силовые какие-то взаимодействия, оно и приводит к тому, что меняется энергетика, меняется психика, ну и будет ли женщина счастлива именно как женщина? Я думаю, ответ очевиден. Так вот, когда все это началось? Именно в части уничтожения и развращения женщин. А я думаю, что все это началось очень давно, больше ста лет назад, когда условно Клара Цеткин и Роза Люксембург, сейчас поищу, вот для тех, кто не знает, некоторые высказывания вот этой вот женщины, скажем так, которая стала распространять эту именно идеологию, вот ее земляк начал идеологию в целом коммунизма распространять, Карл Маркс и Фрингрис Энгельс, А Клара Цеткин и Роза Люксембург, она вот эту вот идеологию борьбы женщин за свои права начала распространять, но так совпало. По некоторой версии, это активистка борьбы за право женщин, все это началось с первой женской демонстрации, а на самом деле демонстрация по одной из версий, опять-таки, никого не хочу обижать, но она была за права условно портовых проституток, которые долго не платили зарплату морякам, и вот первая демонстрация женская была вот из числа вот этих вот представительниц определенной профессии для того, чтобы мужикам выплатить зарплату, и они наконец-таки расплатились с ними. Это реальность, к сожалению. День борьбы за права женщин. Ну, интересно, это как бы пчелы против меда, я объясню почему. На самом деле, 8 марта — это праздник, который удивительным образом по новому стилю совпадает с 23 февраля по старому стилю. То есть, по сути, это один и тот же день, это просто две стороны одной медали. И таким образом, участвуя в, скажем так, развивая этот праздник, либо 8 марта, либо 23 февраля мужской, так называемый, любой, кто празднует эти праздники, кто накачивает, по сути, один и тот же эгрегор, только с двух сторон. Так называемый «Защитника Отечества». Хотя на самом деле, этот день — основание Красной Армии. Случайно или нет образовалась эта Красная Армия именно в этот день? Я думаю, тоже ответ очевиден. Почему так? Почему именно в 8 и 3? Ведь, если обратиться к каббалистике, к нумерологии и прочее, 8 марта, 8.03 — это 11. А 23.02 — там другое значение. Тоже в определенных кругах, в каббалистике, в масонстве и так далее. Цифра 23 имеет определенный посыл и определенное значение. Ну, 2 разделить на 3 — это получается 3 шестерки. На самом деле, там 0, 6, 6 и прогрессия большая. Там долгое, много шестерок. Получается, что 3 шестерки. 3 шестерки — это 18, это 9 в итоге. Что мы имеем в виду? 9, 11. С одной стороны 9, с другой — 11. Ну, как 23.02, на самом деле 23. То есть 9, 2. 9, 11 уже в 23 февраля. Ну, это всего лишь моя паранойя. Ну, вот так совпало, что код 9, 11, вот он заложен еще и еще один. В думерологии тоже имеется определенное значение эти 9, 11, определенная дата. Очень много событий связано с 9, 11. Во всех фильмах эти 9, 11 идут. Символы правят миром. Вот кодирование пространства определенными цифрами, а цифры тоже — это руны, и тоже через этот уровень цифровой тоже можно влиять на определенном уровне, на уровне концепции, на уровне магии. Знаки и символы правят миром. Цифры тоже не случайно. Через цифры тоже идет программирование и взаимодействие, воздействие на Вселенную. Так вот, до 17-го года, даже вот до 10-го, как выясняется, у женщин не было, скажем так, прав в нынешнем понимании. Ну, потому что незачем. Потому что в большой семье, ну, не до прав женщинам. При разводе дети оставались с отцом. Если жена сбегала, то любой полицейский ее притаскивал домой. И почему-то женщины были счастливы в большинстве случаев. И почему-то разводы были почти нулевыми. И почему-то детей было много, и дети были здоровенькие, и любимые мамы, они были в почете везде. Были мамы, бабушки, и все как-то... Никто не жаловался на женскую долю. Сейчас вообще ничего не понимаю. Прав полно, зарплат полно. А где многодетные счастливые семьи? По факту у нас сейчас матриархат, но это реальность. А женщинам говорят, что их притесняют мужики. На самом деле, правда, до хрена. Уже и работы такой домашней нет. Ну, нету. Стирает стиральная машинка. Гладит утюг и так далее. Ну, какая... Какие женские обязанности? А говорят, что притесняют. А на тонком плане, что происходит с женщиной, которая считает, что ее притесняют? Это статус жертвы. На самом деле, она... А вселенная говорит, ну, раз ты хочешь быть жертвой, ну, давай будешь. И сразу происходит куча событий. Сразу события начинают складываться так. Варианты цепочки развития событий. Вероятность складывается так, что она реально становится жертвой. Практически везде, где можно, все ей не везет. Все разваливается. Нет гармоничного взаимодействия со Вселенной. Нету подпитки по женскому типу снизу. Потому что, ну... Ну, какая может быть взаимодействие, если женщина начинает строить из себя мужика у феминистки? Ну, что может быть хорошего на самом деле? А все начинается с простого, безобидного праздника 8 марта. Ну, куда уж безобиднее-то? Что будет, если женщина решит, что она мужик? Что она может отстаивать права, бороться, неважно с кем и как? Вот интересные циферки. 7, 8 и 15. 7, 8 это тоже 15. Шестерка и вот еще шестерка. Ну, замечательно. И это почти везде. Можно подсобрать вот такие вот. Ну, я параноик, у меня везде все. Почему, кстати, тюльпан? Почему не мимоза там? Почему тюльпаны? Это тоже определенные символы, тоже определенное магическое значение. Ну, мне так кажется. Кто хочет, может поизучать этот вопрос. Это тоже имеет значение. Так вот, для чего все это делается врагом? Потому что все наше общество построено врагом. И промывают мозги, и затачивают женщин под определенный тип. А то, что сейчас является собой женщина, это совсем не то, что было раньше. Не то, чем она являлась 100 лет назад. Сейчас огромные бабки и огромные усилия вкладываются в такой же попытку настроить женщину против Вселенной. Ведь что делается сейчас? Ну, вот Мария Шукшина, которая вся за все хорошее против всего плохого, получив орден из рук Мишустина, который, по сути, является частью глобальной системы. Я не могу просто сказать иначе в рамках открытого публичного вещания, скажем так. Орден, то есть благословление некое, создает партию женщин. Ну, в политику не своих, которые выполняют не определенные функции, а даже борются с ними, но не пустят. Тем не менее, она зарегистрировала, ей позволили зарегистрировать партию женщин. Что такое партия женщин? Это партия против мужчин. Почему-то мужской партии нету. Но вот партии женщин почему-то есть. А если женщина становится воином, как она думает, начинает воевать против, ну что такое? Она отсекается от восходящего потока, она перестает чувствовать Вселенную. Потому что, по большому счету, чтобы гармонично взаимодействовать в нашем мире, нужно взаимодействовать по определенному типу. Либо по мужскому, с коном, на уровне информации, воли, вот вертикально, либо горизонтально, через нижний поток, получая энергию от Вселенной, чувствуя Вселенную. Либо ты чувствуешь и гармонизируешь все, либо ты рубишь, работаешь с информацией и силовым образом взаимодействуешь. Либо ты мужик, грубо говоря, либо ты баба. Третьего не дано. Убедили сейчас в Штатах, допустим, что существует 20 там или сколько, 50 полов. То же самое в Европе сейчас происходит. Если человека можно убедить в этом, то можно убедить в чем угодно. Но убеждение происходит у невинного 8 марта. Простой, замечательный праздник. Казалось бы. Вот нужно подумать об этом. К чему я это говорю? Когда женщина начинает думать, что она жертва, с ней происходит очень много нехорошей фигни. А начинает думать, что она жертва, она начинает именно тогда, когда она считает, что первое, она негармонично становится, потому что начинает воевать против мужиков, второе, она начинает воевать, потому что ее ущемляет. Вот как только женщина думает, что ей не повезло с полом, ей не повезло с мужиками, что ее ущемляют, напяливает на себя мишень жертвы, вселенная по ней начинает бить. И обстрел начинается, только когда она противставляет себя. Вместо того, чтобы гармонично соединять и напитывать мужчину, и действовать, взаимодействовать со вселенной по женскому типу, она начинает силовым образом на уровне информации, работать с информацией, то есть отделять себя от вселенной, от мужчины. Вот как только кто-то принял подарок на 8 марта, присоединился к Эгрегору 8 марта, к Эгрегору, который разделяет и противоставляет, отпихивает мужчин от женщин. С одной стороны, 23 в одну сторону, другой, та же сторона медали, просто разделение единого целого. Все просто. Именно поэтому я хотел, не хотел записывать это раньше, а записал именно 9 марта, ну там 9-го, 0-3-го, ладно, и я записал это уже после, чтобы люди ретроспективно проанализировав, продумали и осознали, что было вот в эти дни, что с ними происходило, происходило очень много нехороших вещей. А почему так происходит? Почему вот женщины верят? Потому что другой психотип, у женщин нет логического мышления. Очень нужно понять свои особенности и действовать в соответствии с особенностями, со своей природой, натурой. Женщина не является воином, по идее, она накопительница. Как может воевать, условно, мужчина и женщина, это всадник и лошадка, единое целое для взаимодействия. Лошадка без всадника ничего не может, ну не приспособленно. И всадник без лошадки далеко не уйдет. Ну как сказать еще. Команда и капитан. Капитан анализирует, просматривает, отдает указания, команда выполняет и наполняет капитана. Если команда сама будет решать, а выполнять мне или нет этот приказ, команда сама становится капитаном. То есть сама работает с информацией, сама принимает решения, то есть волевым образом взаимодействует со вселенной. Что будет с такой командой? Как минимум, она выкинет капитана из корабля и будет... И в лучшем случае вечно простоит в порту одна. С капитаном, да, придется выходить в море, может быть, не всегда будет комфортно. По-разному, но в любом случае это будет достижение, какое-то передвижение из пункта А в пункт Б. То есть будет движение, будет жизнь. А вот без этого, когда команда сама решает, что ей делать, команда обречена на одиночество, а для команды одиночества это полный кирдык. Если капитан еще может быть один, условно, побыть, повзаимодействовать со вселенной и где-то там подпитаться энергией, потому что вселенная щедрая и там можно как-то перехватиться, то команде кирдык. И просто это нужно понять, что мы разные, но мы единое целое. А враг говорит, что мы одинаковые, и мы разделены, и мы должны быть разделены. Вот в этом ключевое, ключевое посыл и ключевое понимание должно произойти, что женщины не воины и не могут работать с информацией в силу просто объективных, физиологических даже причин. Это главное, что я хочу сказать. И сейчас я постепенно перейду к главной морали того, чего хочу сказать. А хочу сказать простое и основное. чтобы остановить войну на физике, нужно остановить войну здесь. А войну здесь нам проецирует и продуцирует враг. И продуцирует он весьма простыми и, ну теперь уже выясняется простыми, но эффективными методами через клипы, фильмы. То есть взаимодействие на концептуальном уровне нарушается и люди начинают разрушать себя и мужчины и женщины через взаимодействие и промывку мозгов через клипы-фильмы. Вот поэтому я столько времени уделяю разборам клипов. Это важно, это критически необходимо передумать врага, осознать, куда направлены удары врага информационные, потому что невозможно победить врага, не победив вот тут враг нас победил тут. Вот тут нужно держать победу у себя в голове и мужчинам и женщинам. Но мужчинам нужно проанализировать, продумать, а женщинам прочувствовать все то, что я говорю, прочувствовать взаимодействие со Вселенной. Женщины идут по пути чувствования. Но промывка мозгов считается через символы и образы, через магию чисел и через магию фильмов. Я уже много начал с магии кино. Почему Ленин говорит, что важнейшим для нас искусством является кино? Именно поэтому это самый высокий приоритет из доступных человеку для прямого воздействия врага, скажем так, открытые мозги. И это тот уровень, с которого все начинается, грубо говоря. Успех, удача или неудача. Поэтому, чтобы победить врага, нужно одержать победу вот тут. Нужно понять, какие программы в нас закладывают. Очень много хорошей информации дал меняйлов в своих разборах, там, в частности, разборы фильма «Красотки», где почему-то никто не думает, каков, не оценивает из женщин, каков шанс того, что, хрен знает, сколько лет проработавшая дешевая проститутка там по несколько клиентов в день, несколько пиписек обслуживать, встретит миллиардера. шанс не то, что нулевой, он минусовой. Никто не будет есть из помойки, когда есть хороший ресторан, грубо говоря. Но у женщин нет критического мышления. У них ах, любовь, красивая история. И получается в голове запрограммировано, что чтобы встретить миллиардера и любовь, нужно первое быть шлюхой, второе, нужно рассорить его, идти поперек, рассорить его со всеми друзьями, чтобы он бросил, по сути, перестал заниматься своим бизнесом. То есть она лучше знает, нужно диктовать ему, нужно манипулировать и так далее. Проанализировать. Вот домашнее здание номер один. Посмотреть фильм «Красотка» через критический анализ. Это сложно, но по крайней через ощущение. Следует ли эта женщина, там главная героиня, своему критическому пути или просто продумать. Не обязательно смотреть. Второе задание фильм «Титаник». Тоже грандиозная промывка мозгов. Стоит ли вести себя так со своим женихом? Стоит ли изменять, трахаться с вором, разрушать все свое окружение, идти против своего окружения и так далее? Это по сути программирование на самоубийство, но через красивые образы, идеи. то же самое там в «Аванпосте», то же самое в любых других фильмах. Идет программирование женщин на негатив. Ну и домашнее задание главное это посмотреть фильм «Алита, боевой ангел», который вышел в девятнадцатом году. И вот его-то собственно я и разберу. Там тоже интересные и цифры, и образы, и война женщин против некоего дядечки, который сидит в небесном городе, то есть против Кона, против Бога, как угодно сказать. Это и пренебрежение к своим телам, замена тел, да хрен ли там. На самом деле у женщин другая энергетика, у женщин другая эволюция энергетическая, скажем так. Это мужик как профессионал растет как мужчина там 40-50, бывает даже 60 лет в зависимости от ситуации и становится как специалист, как мужчина более ценен с возрастом. У женщин немножко наоборот. У женщин психология немножко другая, энергетика другая. И грубо говоря начинала с генерала, дошла до пастуха. Каждый следующий в чем-то он хуже для нее. Так устроена вселенная. Можно об этом спорить, можно ругаться, можно воевать. У женщин немножко другие приоритеты. И другой способ взаимодействия. женщин буквально одна измена и все, и конец семье, потому что энергетически через секс женщина программируется на другого мужчину. вошел другой мужчина, неважно, по пьяни, по трезвяне, все. Энергетика, вся энергия, вся сила отдается этому новому мужчине, соответственно, старому, как бы его не любили мозги и душа, энергетика, низ будет все отдаваться другому. Это условно переписали вклад на другого вкладчика, и проценты начинают получать, да и сам вклад другой мужчины. начинаются скандалы, начинается выписывание, даже если там трое-четверо детей, то все. Уже гармоничной семьи не будет. Это просто мы разные, но мы части одного целого, мы едины, нужно это понять. И враг нас убеждает в обратном. Так вот, я пока разбор этого детальный делать не буду, но вот, да я даже уже не уверен, что есть смысл, потому что я уже очень много сказал, как в фильме Аэлита, Аэлита, боевой ангел, гениально враг программирует наших женщин. Огромные просмотры, много людей писало с просьбой разобрать этот фильм, но я думаю, что уже достаточно мозгов и у мальчиков и у девочек, что меня смотрят, чтобы самостоятельно разобрать. Там очень много образов типажей, там очень много кодов, там белая пара, но они в разводе, там нет гармоничной семьи, там нет того резонанса, на который может быть настроена молодая девушка. это промывка мозгов молодой девушки, но чтобы гармонично и чтобы любить, нужно подставить своего молодого человека, нужно воевать с этим миром, нужно следовать старой главной самке с цифрой 66, которая всегда воевала против Бога и так далее и тому подобное. Там очень много психологической промывки мозгов, причем гениальной и интересной. За место под солнцем нужно сражаться, нужно воевать со всеми и в этом а вне в несовершенстве мира виноват именно вот тот, кто сидит там в небесном городе, то есть накладывается параллель с Богом, нужно воевать против Бога, нужно постараться его достать, сломать кона, в общем много чего интересного, в кавычках естественно интересного и вот домашние задания воин. Посмотри этот фильм и постарайся найти хотя бы там не знаю 12-15 программок, которые заложены в мозги молоденьким девочкам, которые смотрят и ах любовь, ах красивая картинка, ах все замечательно. На самом деле там куча и прогнозного программирования, и второго, и третьего смыслового ряда. И вот разбор того, что на третьем смысловом ряде, на втором и прогнозного программирования это и есть домашнее задание. Смотрим самостоятельно и учимся разбирать фильмы, как это делает цельнозор. Задание понятно? Добра. Идем выполнять. цельнозор. Продолжение следует...